Вот что пишет канал Обыкновенный Царизм. Пропаганда поражения. Было бы замечательно остановить кровопролитие прямо сейчас. Победа — это скорейшее завершение спецоперации. Нет, это не цитаты с эфира в дождя, это цитаты российских телепропагандистов Маргариты Симоньян и Виктора Олевича. Ни одна из целей СВО не достигнута. Население Донбасса все еще в опасности. Теперь, правда, опасность угрожает еще и людям на Брянщине, Белгородщине, в Курской области, в Москве, Санкт-Петербурге. Нацификация Украины, прости господи, достигла своего естественного пика. Если раньше украинцы смущались и говорили «Нет, не все украинцы нацисты», то сейчас смущаются и говорят «Жаль, что не все украинцы нацисты». Ну, нацизмом, судя по всему, этот человек называет защиту своей страны от агрессора. Почему-то в его представлении нацизм выглядит примерно так. Хотя, ну, понятно, у пропагандистов есть свои ограничения, они не могут говорить, как все есть на самом деле. Тем не менее, национальная идентичность Украины и ее одобрение и восприятие по всему миру, конечно, выросло в разы. Почему-то вот, что пригожен, что этот человек, они под термином «диноцификация» подразумевают не избавление от условного нацизма, а избавление от самой украинской нации. Что честнее, потому что действительно это задача Владимира Путина, но к самому термину отношения не имеет. В любом случае, украинская нация укрепилась, как никогда раньше. И если раньше люди на Западе, в том числе, не могли на карте показать Украину, и вообще многие думали, что это часть России, то сейчас таких людей, я думаю, практически нет. Но продолжаем с этим замечательным телеграм-каналом. Милитаризация Украины пополнилась не только запасами советской техники со всей Европы, но и западной техникой. Враг коварен и ожесточен. Враг взрывает Каховскую ГЭС. Что неправда, но тем не менее, враг равняет с землей город Шебекина. Враг атакует Москву массовым налетом БПЛА. Не, если налет будет массовый, вы заметите. Тем не менее, продолжаем. Победа — это скорейшее завершение спецоперации. Слова со вкусом предательства и крови. От всей этой истории воняет рисом и ордынцами. Товарищ Си предложил именно такой мирный план. Кремль начал прощупывать почву. Да, на фоне наступления врага. Ведь Кремль планирует нанести противнику военное поражение. И на фоне этого рассматривает вариант заключения мирного договора. Да, именно в тот момент, тут человек пишет, провал в наступлении Украины, по всем правилам стратегии армии, нужно будет контрнаступать на Запорожье и запад Донбасса. В аду есть особый котел для предателей. В этом котле сидят избранные представители Азова со всеми своими пыточными инструментами и воображением. Они ждут вас, дорогие наши пацифисты. В общем, я ничего против того, чтобы Маргарита Симоновна варилась в котле в аду, не имею, честно говоря. Но, тем не менее, довольно интересная реакция. И отчасти правдоподобная. Не в том описании, которое человек делает, а в тех причинах, которые он за этим видит. Вообще, почему выступление Маргариты Симонен вызвало такую ожесточенную реакцию? Я согласен с телеграм-каналом, который называется «На западном фронте без перемен». Очень хороший телеграм-канал, не так давно появился, но он также любит копаться в Z-каналах, как и я. И не только там репостит различные кринжовые вещи оттуда, но и проводит свою аналитику. Некоторые мои патроны посчитали, что я веду этот канал, потому что сказали, что у нас очень похожие с ним предпочтения. Но нет, это не я его веду. Хороший канал. Всем могу порекомендовать. В общем, там человек справедливо полагает на этом канале, автор этого канала, что такая большая волна негодования по поводу слов Маргариты Симонен вызвана в том числе, что люди понимают, как устроена вот эта верхушка пропаганды. И сам вот этот Z-канал описывает это довольно подробно. Что в верхушке появляется какая-то идея, которую они хотели бы реализовать. И они начинают потихонечку через своих пропагандистов тестировать эту идею. То есть посмотреть, как на нее отреагирует общественность. Будет ли она принята в штыки? Или наоборот, ей будут рукопрескать и говорить, какая замечательная идея. В общем, под предположением этого Z-канала, которые могут соответствовать действительности, российские власти рассматривают варианты, которые не устроят эту самую Z-общественность. То есть варианты, когда этот конфликт будет как минимум заморожен, а как максимум Россия пытается сделать какие-нибудь очередные договоренности, которые будут включать в себя, собственно, там, не знаю, частичную оккупацию или что-нибудь еще. Здесь, конечно, могут не переживать Z-каналы, потому что Украина на такие договоренности не пойдет. Потому что Украина борется за свою землю и за свою территорию. И если планы с оставлением России территории, которая была оккупирована после 24 февраля, могут быть обсуждены, с маленькой, на мой взгляд, вероятностью, тем не менее, могут, то планы, которые включают в себя сохранение за Россией оккупированных территорий Запорожской области, Херсонской области, Донецкой, Луганской, вот те, которыми они оккупировали после 24 февраля, это, на мой взгляд, невероятный сценарий. Тем не менее, Россия, понимая, что войну не удается выигрывать, что все идет совсем не по плану, вы знаете, на днях была публикация, что Голодков сообщил, что Белгородская область полностью освобождена. Ну, когда у вас в июне 2023 вас освобождает, помните, да, вот в июне 2022 были какие-то планы там еще на Харьковскую область, были еще какие-то планы там на, ну, в общем, на украинские территории, которые оставались на тот момент под контролем Украины, но Россия такая, нет, мы их захватим. То в 2023 году Россия освобождает уже Белгородскую область, то есть собственную территорию. И вообще делает это довольно неуверенно, потому что, ну, мы не до конца все понимаем, что вообще происходит в Белгородской области, насколько она контролируется российскими войсками, насколько там еще будут заходы, новые ДРГ, и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому, да, очевидно, у России есть проблемы, у России есть проблемы экономические, чтобы там не говорила российская власть, мы видим просто на цифрах, и по количеству засекречены теперь статистики, что никаких новых источников дохода у России нет, и что в перспективе, собственно, экономика просто не может никаким образом продуцировать доходы, которые могли бы покрывать обязательства, которые есть у России, в том числе там перед собственным населением. Понятно, значит, папа, ты будешь меньше пить, нет, сынок, ты будешь меньше есть, это, конечно, все будет работать, но все это будет порождать и социальную напряженность, которая может выливаться в довольно странных для власти вещах, ну, неприятных вещах, особенно, когда вновь потребуется мобилизовывать население для того, чтобы, ну, как минимум, оборонять те территории, которые находятся под оккупацией России прямо сейчас, да, и вот это вот население, на которое забили всевозможные органы, оно вряд ли будет преисполнено желанием как-то эти ряды активно пополнять. Более того, есть уже и различные разломы внутри военной вертикали, где пригожинцы захватывают российского подполковника в плен, где вообще пригожинцы непонятно что делают, да, где пригожин говорит, Минобороны, у вас две недели, иначе мы придем в Белгородскую область. Ну, то есть уже начинается война против всех потихонечку, есть уже очевидно неконтролируемые боевые группы и объединения, и вот на этом всем фоне Украина еще ведет контрнаступление. О контрнаступлении и о том, насколько оно действительно идет, по крайней мере, в своей наземной части, говорить пока сложно, да, потому что те сообщения, которые приходят, там объективные сообщения, ну, то есть о том, что вот на каких-то направлениях есть украинские удары, но достаточно малыми группами, пока сложно это, ну, кодифицировать как полномасштабное украинское наступление. Ну, а все рассказы там Володина, Шойгу и всех остальных, что там три тысячи человек уничтожили, танки уничтожили, леопарды, все уничтожили, это, конечно, чушь собачья, которая, вот, единственное визуальное подтверждение которого было в видео, где российский вертолет стреляет по комбайнам сельскохозяйствам, рассказывая, что это леопарды. Кстати, это военное преступление. Ну, сейчас не об этом. Если захотите, напишите в комментариях, я сделал отдельное видео про то, как вообще воспринимать сводки Министерства обороны, какие манипуляции там используются, и почему на самом деле любой, кто неиронично использует сводки Министерства обороны, не говоря о том, что это полная чушь, является помощником Министерства галлюцинации и дезинформации, то есть Министерства обороны Российской Федерации.